Новости продолжают эфир. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. В Североказахстанской области выделили 236 льготных кредитов в рамках программы Аула Монате. Господдержка помогла сельским предпринимателям реализовать свои бизнес-инициативы. Для этого направлено почти 2 миллиарда тенге республиканских средств. Заместитель премьер-министра Тамара Дзюсенова ознакомилась с ходом реализации проекта в регионе. Наталья Волкова расскажет. Программа Аула Монате с льготным займом по 2,5% и удобными кредитными каникулами позволила осуществить бизнес-идеи сотням североказахстанцев. В том числе и семье Сатыбалдиных из Козлжасского района. Год назад военнослужащий на пенсии и ветеринарный врач решили открыть свое дело. Взяли кредит на 8 миллионов тенге и заложили дом. Сейчас в их птичнике 8 сотен куриц и ежедневный доход от продажи яиц. Для пенсионеров и людей с особыми потребностями супруги организовали доставку. В залог поставили свой дом, прогрессировались и взяли 8 миллионов. Так как я сама ветеринарный врач по птицеводству, приобрели 500 курей на эту сумму 8 миллионов. Сделали клетки, то есть тоже на заказ 5 клеток, все оборудование взяли и 20% от займа мы использовали на корма. Супруги намерены погасить займ досрочно, чтобы кредитоваться повторно. Сельские предприниматели планируют приобрести инкубаторы. У нас первая категория 550, потом отборка идет около 600 тенге, 580-600 тенге и самая крупная 650 тенге. В магазинах сейчас 670, первая категория. В прошлом году в Казалжарском районе в рамках программы открылось 45 предприятий малого и среднего бизнеса. На это выделили 398 миллионов тенге. Тем временем в соседнем Есельском районе в 2023 году получили льготный кредит 14 субъектов малого предпринимательства на общую сумму 91 миллион тенге. Большая часть средств направлена на развитие животноводства. Выйдя на пенсию, Жумарт Шамшуменов решил преобразовать подсобное хозяйство в полноценную ферму, взяв кредит 8 миллионов 600 тысяч тенге. На эту сумму закупил 8 голов сементальской породы телок племенных, 2-4 голов МРС и дельбайской породы и 2 племенных кушкара. Строиться буду, поголовье увеличивать буду, доить будем. Будем устанавливать танкера молочные, закупать скот в населении, молоко также. И будем кредитоваться, расширяться, такой период. Предприниматели региона демонстрируют и социальную ответственность. К примеру, пекарня в селе Явленко обеспечивает большую часть района удешевленным хлебом. Это стало возможным благодаря заключенному меморандуму с местным мукомолом. Предприятие выпускает по 360 тонн муки первого сорта в год стоимостью 120 тенге за килограмм. Не в убытке, что даете по такой цене? Конечно. Самое главное. Но мы здесь живем. Правильно. В день пекарня выпекает до 3000 булок хлеба. Социальным хлебом она снабжает мини-центры, детские сады, школы и больницы. Получаем муку по 30 тонн в месяц. Выбираем. И в основном мука удешевленная, 120 тенге за килограмм. И печем хлеб социальный. С доставкой по 80% где-то мы район обеспечиваем хлебом. И большую часть, конечно, выпекаем социального хлеба. Потребность у людей больше. Его цена 110 тенге я отправляю. А коммерческие у меня стоят 150 тенге. На встрече с Акимами сельских округов Тамара Дюсенова подчеркнула важность налаживания сбыта продукции для начинающих предпринимателей. А также отметила ответственность местных исполнительных органов за улучшение условий жизни на селе. Акимам было дано поручение более тщательно информировать население с мерами господдержки. Наталья Волкова, Тульген Иманов, Североказахстанская область, 24КЗ. Темпы жилищного строительства в Казалардинской области сохранятся и в следующем году. Средства на эти цели будут изысканы из разных источников. Об этом заявил министр промышленности и строительства страны. Канад Шарлапаев в ходе рабочей поездки в регион провел встречу с населением и посетил ряд строительных и промышленных объектов области. В ходе двухчасового общения с министром промышленности и строительства жители региона поднимали самые разные вопросы. От новых правил ввоза транспортных средств и льготных жилищных программ до развития отечественного топрома и создания постоянных рабочих мест. Канад Шарлапаев отметил, что несколько крупных объектов в этой сфере ведут в строй уже в следующем году. Ведется строительство двух заводов. Первый мы запускаем в первом квартале 2025 года. Это производство трех брендов китайских автомобилей. Это Шерри, Шанган и Хаваль. И также, как вы знаете, в третьем квартале 2025 года будет запускаться завод, который строит компанию «Кея» своими прямыми инвестициями с мощностью 70 тысяч автомобилей в городе Кустанай. Это строительство помимо увеличения локализации, расширения линейки, создается очень много постоянных рабочих мест. Ряд важных вопросов были обсуждены и в ходе приема граждан. Большинство удалось решить на месте. К примеру, министр обещал поддержать проект Айжану Мурзаковой по производству автостекла. Два основных вопроса. Это по финансированию нашего проекта через линию фонда развития промышленности, которую мы адресовали господину министру. В целом был решен. Сегодня же Ханат Шарлапаев ознакомился со строительством жилых объектов на левобережье Козларды, с работой стекольного завода и продукцией, выпускаемой предпринимателями Жалагашского района. Райхан Тажибаева, Нуржаму Зарапшин, Айтмухамед Байдулдаев, Козларда, 24КЗ. Четверых студентов колледжа задержали по подозрению в вымогательстве в Западно-Казахстанской области. Полицейские установили, что они угрожали сокурсникам и требовали деньги. По данному факту начали досудебное расследование. Вторые сутки над городами Казахстана сохраняется густой смог. В Казгидромете уточнили, что на качество воздуха повлиял антициклон. Он принес безветренную погоду, без осадков, поэтому выхлопы и пыль держатся в воздухе дольше. Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируют и завтра в ряде городов страны. В Астане, Актобе, Ост-Каменогорске, Семее, Кустанай и в Павлодаре. За 20 лет уровень воды в Каспийском море снизился на 2 метра. По данным Ассоциации ЭКОЖЕР, с 2005 года уровень воды ежегодно снижается на 20 сантиметров. Для изучения моря и его биологического разнообразия в начале года был создан Казахский научно-исследовательский институт. Но чтобы ученые могли приступить к работе, экологи призывают ускорить решение организационных вопросов. Обмеление Каспийского моря в первую очередь сказалось на судоходстве. Например, танкеры, которые заходят в казахстанские порты, не могут теперь принять груз в полной мере из-за опасений сесть на мель. В некоторых местах глубина составляет всего 5 метров. По словам председателя областного совета Ассоциации ЭКОЖЕР, Адельбека Козыбакова, проблема прежде всего связана с сокращением водостока Волги. Он уменьшился на 25-30%. 80% воды поступает из Волги. Со стороны России по реке построено множество гидросооружений и водохранилищ, забирающих воду. Поэтому вопрос обмеления надо решать сообща с соседями. Это большая проблема для всех стран, имеющих выход к морю. Для Азербайджана, Казахстана, Ирана, России, Туркменистана. За последние 10 лет в Мангисталской области большое внимание уделяли развитию туризма. Благоустроили набережную, построили фешенебельные отели. Каспий стал популярным местом отдыха, а обмеление моря может свести к нулю эти усилия, считает местный фотограф Канатпек Кенчигулов. Здесь раньше была вода. У меня есть фотографии 2021 года. Там запечатлены птицы, сидящие на камнях, которых почти не видно под водой. Теперь они оголились на метр. Изменения, происходящие на море, видны невооруженным глазом. И это беспокоит общественность. От обмеления моря страдают не только судоходство и туризм. Из-за снижения уровня воды на дне моря могут образоваться газы, говорят ученые. И это грозит существованию животного и растительного миров. Чтобы научно обосновать эти гипотезы, нужны серьезные исследования. Для этого глава государства поручил создать научно-исследовательский институт Каспийского моря. Однако научные учреждения еще находятся в процессе формирования. Об этом заявила главный эксперт Министерства экологии и природных ресурсов Рита Оренбасарова. В настоящее время идет процесс передачи имущества Казахского научно-исследовательского института Каспийского моря из Министерства водных ресурсов и эрикации на баланс Минэкологии и природных ресурсов. Соответствующее постановление правительства сейчас проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами. Научное учреждение будет базироваться в АКТАУ. В Минэкологии заверяют, как только решат оргвопросы, ученые приступят к исследованию. Они будут изучать экологические проблемы и причины обмеления Каспийского моря, гибели тюленей и рыб и работать в тесном сотрудничестве с коллегами из прикаспийских стран. Казахстан и Германия выразили готовность к совместной работе в сфере науки и бизнеса для развития зеленой экономики. Об этом стороны заявили в ходе конференции программы Client в Берлине. Программа Федерального министерства образования и научных исследований Германии направлена на поддержку ученых со всего мира. В рамках проекта финансируют инновационные разработки, направленные на снижение загрязнения окружающей среды, рациональное использование ресурсов и создание доступа к экологически чистой энергии. Всего Германия поддерживает свыше 80 научных проектов в 32 странах. На эти цели выделено около 150 миллионов евро, в том числе 20 миллионов для стран Центральной Азии. При этом Казахстан получил основную часть этих средств. В Центральной Азии 15 проектов у нас есть, и больше всего находится в Казахстане. Это 8 проектов, и они очень успешно работают, потому что в Казахстане есть очень сильные университеты, изливательские университеты, хорошие партнеры, и есть большой интерес работать. Были примерно 10 миллионов евро в Казахстане, и также есть софинансирование с казахстанской стороны. Значит, партнеры из Казахстана, они тоже финансируют часть таких проектов, что очень нам помогает. По направлениям Агрикалча есть ряд проектов, которые реализовывались именно на юге Казахстана, с учетом потребностей. Также по водроменеджменту есть направление проектов, где наши ученые как раз совместно с немецкими учеными и приглашенными экспертами Северной Союзой, они прорабатывали вопросы именно по правильному управлению эффективным менеджментом воды, а также по направлениям по обработке. В целом мы призываем научное сообщество активно участвовать в международных проектах, потому что это дает возможность внедрить новейшие технологии, участвовать, и этот опыт тиражировать у нас в Казахстане и производить трансфер технологии в нашу страну. Почти 100 тысяч сельских школьников приняли участие во Второй Республиканской Олимпиаде. Около тысячи из них вышли в финал. Сегодня в столице наградили победителей естественно-математического направления. По дисциплинам общественно-гуманитарного цикла школьники будут состязаться с 10 по 14 декабря. Победители награждают дипломами, а тем, кто покажет лучший результат, вручат ректорские гранты от республиканских вузов. Олимпиада проводится в четыре этапа – школьный, районный, областной и республиканский. На начальном этапе в Олимпиаде приняли участие свыше 99 тысяч детей из сельских регионов. Это больше, чем в прошлом году. Мы видим интерес со стороны учащихся. Олимпиада проводится по 13 предметам. Я участвовал на республиканской Олимпиаде по предмету географии. Первый тур – это письменный тур. Там было у нас пять секций, пять разных тем. И надо было полностью писать про эти темы. Например, урбанизация, сельское хозяйство, климат и всякое такое. А второй тур – это был тест. Казахстанская поэтесса Лали Кундагбай презентовала новый сборник стихов. Он состоит из трех частей и включает не только произведения автора. В книгу вошли и переведенная на казахский язык лирика Анна Ахматова, а также суфийская поэзия Джалаладина Руми. В мероприятии приняли участие заслуженные деятели и представители творческой интеллигенции. Это не первый сборник. В 2006 году мы уже выпускали первую серию «Тумар». Сегодня я презентую книгу из трех частей. В ней я объединила больше сотни переводов разных авторов. Казахстанская команда приняла участие в чемпионате мира по корейской борьбе с Рым. На турнир, который прошел в провинции Южная Чола, приехали спортсмены из десяти стран. Они боролись в весовой категории до 140 килограммов. Казахстан представляли чемпионы по казахской борьбе кайсар Шемшидинов и Алтынбек Алсагитов. Кайсар сумел выиграть две схватки с противником, но в третьем поединке выступил испанцу Раулю Минсею. Первый международный чемпионат по корейской борьбе с Сироем прошел в 2011 году. В отличие от казахской борьбы, здесь участники борются на песке. Мы тренировались со спортсменами Казахстана всего два дня. Поэтому я считаю, что они показали хороший результат. Казахская борьба сильно отличается от Сироема. Я сам участвовал во всемирных играх кочевников и из-за недостатка техники не смог победить в турнире по казахской борьбе. Далее новости мира. Их расскажет Илья Рыбин. Он присоединяется к нашему эфиру. Илья, здравствуйте. Вера, спасибо большое. Добрый вечер. Сегодня я расскажу о долгожданном перемене в Ливане и перспективах прекращения огня в секторе газа. О планах Трампа на первые дни президентства и новых членах его команды. Как тикток аутсайдеров выводит фавориты на примере президентской кампании в Румынии. И немного о погоде и природе, которую уничтожает пластик. Все подробности сразу после рекламы.